Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это максимально правильный подход, просто почувствовать Вы делаете выдох, потом вдох, опять выдох, вдох И третий раз выдох, вдох Когда вам дают из общей банки в чайную, туда лучше не выдыхать, а там просто вдох А вот такую персональную, когда вы делаете, вы выдох вдох И вы смотрите, как тело ваше реагирует на этот чай То есть настоящий чай, это просто листья растения, листья куста Которые были, ну, в идеале, там, собраны с любовью девственницей В полнолуния, да, на ретрит На ретрит, на это, господи, ретроградный меркурий Специально заряженный для вас Вот, это в идеале Без обработок каких-то там, да, и они натуральные Соответственно, у каждого чая есть свои свойства И вот мы сейчас с вами будем пить Чтобы мы озвучивали запрос Или, возможно, какую-то другую Справку проблему, которая требует разрешения Почему это невероятно важно? Потому что мы, когда что-то проявляем У кого-то, вау, у меня там есть маркетолог, ведь могу тебе помочь А у меня есть там специалист по чему угодно Или я как раз ищу, вот как ты видишь Еще один акudициант Но я думаю, что я могу определять то складывай Значит все, что у детей В этом это начинается Теперь поперечка Пост75 Ееее Вы И c Субтитры подогнал «Симон» 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 Стоп! Забри. Обрати сейчас стоп в слух. Полная эстетика идешь. Только слушай. И когда ты начнешь движения, они полностью изменятся, чем они были 30 секунд назад. В этом уже от тела в ту музыку, которую ты слышишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Здесь должен быть такой микрофон и наушники. Я такой... Задавайте любимые... Любимые вопросы! И вот так вот просто... Я жрать хочу очень! Больше! Я думаю, мало соли! Особенно с помидорами! Ведь все нужно в комплексе ощутить Пока мы живы. И помидор, и огурец, все. А если добавить горчицу? Надо пробовать, это эксперимент. А эксперимент это новый опыт? Да, точно. Соответственно, нейронные связи. Короче, секрет просветления горчицы. Вот хуйню несем. Но харизматично вроде бы. Вот тебе и джем. Так откуда ты? Ты будешь мне сдавать, как ты любимый. Запишу подкаст. Я буду твоим интервьюером. Опа, дедлайны и ставлю. Следующий месяц. Так, это когда? Дата. Время. Блин, короче, все, что касается моих творческих планов, для меня это как-то... Желание есть, я могу. Но я ссор. Так ты дату скажи мне. Это же как прыжок с парашютом. Календарь, скажи календарь. Календарь открыт. 13 октября. Сейчас? Нет, тебя устроят. А, да, да. Давай 13 октября. 13 октября. Ребята, 13 октября. А я считала из общего поля. Что еще считала? А давайте друг другу в глаза посмотрим. Ну давай посмотрим. Что, ты потом будешь его кладывать? А если знаменитый стану? Потом в курсе такой, мем будет ходить. Он накурился. А что значит если? Что за это? Это моя неуверенность просто. Это моя неуверенность. А откуда она растет? Ай, да все, все, все. Давайте психологи включили. Попал, попал. Начали, начали мне форму... В дедлайн вставлять. Ну а нет, я не готов взять таки, рассказать на камеру. Я знаю свою историю. И знаю где крючки, веревочки. И я знаю, что уже сделать для того, чтобы эти веревочки... Это моя игра, это я сам придумал. Я, Надя, по крайней мере я надеюсь, более чем я даже уверен, что именно сделав там пару действий в своей жизни... Прыгал с просчетом? Я, нет. Но мне не страшно. А ты? А тут такая история... Я, да. А тут такая история... Вот сама подготовка к прыжку. Сама подготовка. Это твоя подготовка к этому действию. Потом ты поднимаешься на кукурузнике, летишь вверх. Да, высота поднимается. 3000, 4000 метров. И сейчас тебе нужно делать один шаг в неизвестность. Ты не знаешь, что будет. И так перед каждым действием. Вот новый поворот, и мотор ревет. А потом ты делаешь этот шаг, раскрываешь руки и получаешь удовольствие от этих ощущений. У меня есть видео, я сравнила страх с... И с оргазмом тоже. Это... Делаешь один страх... Шаг... Сделаешь один шаг в свой страх. И понимаешь, что страх реальная иллюзия ума. Что там бояться нечего. И это как прыжок с парашютом. Единственный вот этот шажочек из самолетика. Бам! Раскрываешь руки. Открываешь рот. Достаешь язык и ловишь кайф от ощущений. Ты сдаешься тотально. Тотально уходишь. Ты когда думаешь о страхе, твое внимание внутрь себя. И ты смотришь прямо в страх. И поэтому бездействуешь. Реагирует на тело, мысли, восприятие. В преодоление смелости. Бусидо, путь воина. Ты делаешь шаг, несмотря на страх. Идешь в него, рассекая, подожди, я включаюсь, рассекая его, как сапли. Я должна вот так ноги взбить. Разбил его. И такая, рассекая ноги. Будь воина. А у меня путь волшебница. Не воина, а волшебница. Там, где я... Блин, я ее слушаю, как будто бы реально, как будто бы вот общались, мы нету. Там я иду в свой страх. Но иду с наслаждением, с удовольствием. Прям в тотальном доверии. И ныряю. Прям ныряю с головой. И в этом удовольствие. Ты сказала, что она трансформатор. В Лего переиграла в детстве. Трансформатор? Да, все мы трансформаторы. Просто не думаем и не знаем о ней. Манифестер. Я одно время раз возомнил себя шаманом. Что? Возомнил себя шаманом. Ко мне приходили психологи. Психологи с богатым опытом. Мы кое-что делали. Что это? То, что ты сейчас сделала. Компромат. За границей. Мы это сделали. И они задавали вопросы. Я отвечал. Я прям возомнился. Я прям чувствовал. Вот эту игру. И даже людям давал ответы. И они такие, блядь, реально так. Мы даже на диктофон это записывали. Ну, любой вопрос там касаемо какой-то неразрешимости. И почему ты ушел? А потом я понял, что каждый человек такой. Нужно просто довериться себе, своим ощущениям. Он видит, он чувствует, он должен сонастроиться. То есть, все шаманы, вопрос взгляда на этот мир. Кого-то вот менталка, эмоции, они просто застилают. Он видит свою работу. И допустим, и больше ничего. А мир вокруг вообще красочный. После кундалини йоги сегодня обсуждали. То, что все находятся на разных слоях включения, осознанности, проживания. И для кого-то уже нет этих слоев. Которые прошли определенный путь. И там в доступе абсолютно все. Хотите прикол? Вот все говорят про просветление. Нету никакого для меня просветления. Ну, восприятия. Мне это спокойно. Твое наблюдение более, как бы, такое чистое. Сегодня я увидел человека, который воюет. Стреляет. Там. И он сейчас... Это моей тети. Тетя приехала в гости. Моя тетя муж. И он приехал. Я у него делал, я бы, ну, пять. У него отпуск две недели. Блядь, просветленный человек. Ну, не в смысле просветленный, но нету страха. Он просто смотрит на мир и успал. Он готов к любому исходу событий. К любому. И когда ты готов к любому исходу событий, тогда приходит сила. Он пережил стрельбы, мины, тротилы, взрывы. И вот он просто... Раньше был нервный человек такой. Я твою мать. Сейчас вот. Я охерел. Знаете, как ты... Это все возможно? Это из своего? Да, да. Вот. Я с таким, я была 7 дней на тантре. Он 7 дней был с нами на тантре. Раскрывал сердце, а потом пошел... Поехал туда. А знаешь, я что, какую фишку сегодня придумал? Я когда сегодня ехал... Короче, у меня была актерская практика. Я еду позавчера, а сегодня я еду и смотрю на людей. Все люди очень разные. Но ты, даже если у тебя другие мысли, другая менталка, не знаю, у тебя злость и все что угодно, просто повторяй лично я про себя говорю. Я повторял про себя одну мантру. Условно, сам себе придумал. Только, блядь, какие люди красивые, какие они интересные. Я вот повторяю это, повторяю, повторяю, а потом еду в метро и в каждом вижу какие-то интересные моменты. И когда ты видишь людей большими, они отражают. Я говорю, вау, круто, у тебя очень интересный глубокий взгляд. Но как только ты сказал, что у тебя глубокий взгляд, я пережил эмоции, я сам. Я почувствовал этот глубокий взгляд. Оно уже мне принадлежит. Вместо я просто увидел это в тебе. Оно во мне отразилось. Я такой, вау, какой у тебя глубокий взгляд. А тут не разделяй. Я начал, ну, я начал вот так ехать, ехать. Я такой, вау, какие все крутые. Как метро. Как только мы разделяем, разделяем ты и я, то накладывается на это сверху. А если не разделять, мы ими, да. Можно пошутить и сказать, можно я тоже лягу в сверху? Да, ножки у меня красивые. Вот женщины, да, как мужчины манипулируют, да? Природа, а не женщины. Это нормально. У меня вчера был интересный опыт, когда я с девушкой познакомился, общаемся. Она пришла на актерскую практику. Вот беленькая девочка вела эту актерскую практику, я не вижу ее. Ну, короче, она, я вот, был в практике, был в деле, был в работе, и она на меня смотрела, как на Бога. Типа, ого, мощь. А потом я включился в нее и такой, начал трогать, такой, там, играться. И она такая, херак, и она, типа, я сверху начала играть в эту игру. Я такой интересный, как взаимодействие, поняла логику, нет? То есть я проявился как открытый человек, нежность вот эту беззаботную, легкую, открытую. Но ее возбуждала именно вот эта больше мужская история, вот это проявление достигаторства. Ты не думал о том, что она просто не может принимать эту любовь и эту нежность по каким-то причинам своим? Из-за этого она так и реагировала. А когда ты к ней начал нежно проявляться, что для нее любовь может быть другое определение? Ладно, ребята, подписывайтесь. А то уже мы написали там много всего. Ставьте лайки, комментарии. Тогда мы еще допишем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!